Тепло в квартирах для жителей этого дома скоро может стать роскошью. Управляющая компания решила установить в здании общедомовый счётчик отопления. И всё бы ничего, но оплатить новый прибор люди должны сами. А стоимость его около 120 тысяч рублей. Пенсионерка Нина Королёва уже подсчитала, такие траты она позволить себе не может. Пенсия у меня 14 тысяч. Я прикинула, мне надо за один месяц заплатить 15 700. Я раскинула деньги. У меня такой возможности нет. У нас в доме 8 квартир, но из них 6 пенсионеров. От общедомового прибора учёта жители этого дома уже отказались. Но по новому федеральному закону установка такой системы обязательно. Счётчик тепла должен появиться в доме до 1 января 2019 года. И как пенсионеры не доказывали в управляющей компании, что оборудование их разорит, инженеры стоят на своём. Я в управляющую компанию ходила уже три раза. Собрала данные всех пенсионеров, пенсионный номер. В общем, они сказали, ну, бесполезно. Мы вас понимаем, мы вас понимаем, но бесполезно. Аналогично ситуации в соседнем доме. Там управляющая компания тоже хочет поставить счётчик на общедомовые коммуникации, которые находятся прямо в подъезде. Вот только их вид жильцов совсем не радует. Люди уверены, трубы уже давно находятся в аварийном состоянии. Здесь не выдерживаются ни нормы влажности, ни температурного режима. Как на такую систему вешать прибор учёта? Элементарный вызов тепловой инспекции и составление грамотно акта, который прилагается к приказу Минэнерго. Он есть, прямо распечатывай, пиши. Ну, а тепловики у нас составляют акт ввода в эксплуатацию дома летом о том, что дом готов к отопительному сезону. То есть акт о том, что трубы пригодны для установки счётчика, специалисты подписали ещё летом, когда оборудование даже не работало. Как так вышло? Наша съёмочная группа попыталась получить разъяснение у управляющей компании, но всю ответственность её представитель приложила на тепловиков, ведь они подписали все документы. Более того, по словам инженера организации Светланы Трофимовой, установка счётчика в таких домах – это только дело времени. Может быть, можно поставить этот счётчик? Это же они определят. Не я. Они определили, решили, что можно поставить. Ну, можно, можно. То есть уже, по вашим словам, акты уже составлены, и судя по этим актам, уже можно везде ставить в этих домах счётчики? Да, да. Единственное, конечно, очень домик маленький, 8 квартир бывает. Тепловики уверяют, что действуют в рамках федерального закона. А там отмечено, в каких домах можно ставить счётчик, а в каких нет. В ближайшее время дополнительные затраты лягут на плечи жильцов сразу нескольких сотен малоэтажных домов во Владимире. В настоящее время в городе Владимире 849 жилых домов без приборов учёта тепловой энергии. Из них техническую возможность установки приборов учёта имеют 463 дома. У 386 домов техническая возможность установки приборов учёта тепловой энергии отсутствует. Критерии установки общедомового прибора учёта определены приказом Министерства развития Российской Федерации от 29.12.2011 номер 627 об утверждении критериев наличия-отсутствия технической возможности установки индивидуального общедомового, квартирного, коллективного общедомового прибора учёта. Прибор появится в доме в любом случае, даже если жители откажутся от счётчика тепла, утверждают общественники. Просто тогда его установкой займётся ресурсоснабжающая организация. Но при этом сумма оплаты за установку увеличится. Но у этого варианта, отмечает руководитель ЖКХ «Контроль», есть и свои плюсы. Управляющая компания уже в рамках жилищной услуги, она выставляет это как дополнительная строчка оплата установки этого прибора. Но, опять же, в законодательстве прописано, что он распределяется на 5 лет. Если жители считают, что общедомовые коммуникации для прибора учёта всё же не приспособлены, выход только один, уверены общественники. Людям следует идти в жилищную инспекцию и прокуратуру. Алексей Домнин, Дмитрий Жуковлёв, 6 канал.